Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в одиннадцатый выпуск третьего сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске путь выживальщика-крепыш удалось закрыть на локации лес, да ещё и рожиться неплохими трофеями. Также добрался до квестов-барахольщика, закрыв квест «Только бизнес». И для механика получилось закрыть два квеста-сигнал, часть первая и часть вторая. Благо, что все необходимые предметы, которые нужны были по квесту, были уже на готове. Див-14, Роман, Симонов Студио, Вазап, Кирюха, Эдвард и Анатолий. Огромнейшие ребята вам спасибо за вашу нескромную поддержку. Привет в Чертанова и Эдварда с наступившим днём рождения. Всем приятного просмотра! Так, топливо у меня всё сгорело, но зато в верстаке у меня сварился газоанализатор. Значит, сэнопиднадзор, вторую часть сейчас закроем. Так, пищеблок, улучшение, я говорю, тоже закончено. Устанавливаем новый уровень. И зона отдыха тоже улучшение закончено, можем устанавливать. Получаем бонусы, а для следующего пока рановато, надо генератор и обогрев ещё прокачивать. Нифига, папка с разведданными 390 тысяч почти, 400 тысяч почти стоит. А мне она нужна, чтобы разведцентр поставить. Надо попробовать сегодня сходить на таможню, посмотреть эти папки в медблоке. Если получится вытащить, то я сегодня разведцентр тогда поставлю себе на варку. На улучшение точнее. Сэнопиднадзор, часть вторая, наконец-то закрываю. У газоанализатора один я сварил, теперь не нужно будет сломя голову носиться по всем этим локациям, чтобы найти его. Не то, чтобы он мне прям сильно нужен был, но мне надо открывать уже следующие квесты у терапевта. Вот, например, пейнткиллер, найти шприцы с морфием. У меня эти шприцы уже готовы. Можно сразу же передавать и закрывать. Пейнткиллер квест. Паравизор квест отправляет терапевт, теперь меня на таможню говорит. В 114 комнату, это в двухэтажке. Ключ, по-моему, у меня есть. Но если нет, это не проблема, у меня барахолка открыта. Ключ мы сейчас можем купить и сходить за этим кейсом. Так что на таможню сегодня еще один повод есть сходить. Хотел бы сразу вооружение к часть третью закрыть, потому что откладываю, откладываю его. И, наконец, опять, если сейчас отложу, то, возможно, не дойдут у меня так руки до него. Нам нужно МП-5 с магазином на 50 патронов, глушителем, тактическим фонарем, прицельной дальностью больше 200, эргономика выше 45 и сумма отдач меньше 200, вес не более 3,8 кг. Все, МП-5 готово. Я здесь докупил, что магазин на 50 патронов я купил. Купил верхний ресивер МП-SD МП-5. И здесь все на SD нужно будет переходить. Короче, вот такая вот сборка. Это хорошее оружие. Как дополнительное можно использовать, если там со снайперкой куда-то собираетесь. Да и вообще пошататься, такая неплохая волына. Сама пушка и все компоненты, которые необходимы для сборки и сдачи по квесту оружейник, они продаются у миротворцев. Все это я купил за доллары. И этот пистолет-пулемет мы можем спокойно сдавать по квесту. Передаем. МП-5. Бам. Все, готово. Четвертый оружейник пока не смогу сделать. Говорят, что там самое сложное. Это большой магазин на 60 патронов, который сейчас на барахолке не продается. Надо будет либо барта рождать, либо продажи он там будет, не будет, я не помню, если честно. Но если где-то в рейде надыбаем 60-ник магазин, то сразу же возьмемся за оружейник четвертый и закроем его без проблем. Свой человек квест дает достичь третьего уровня лояльности с прапором. Ну, пока рановато об этом говорить. У егеря есть простенький дейли квест. Мне нужно найти две зажигалки крикен, коричневые такие маленькие. И за это у меня попьема каких-то там бонусов небольших. Прибавится еще и лояльность на одну сотую. Это неплохой бонус для егеря, тем более. Если будет возможность, надо не забыть эти крикет зажигалки домой забрать. По страховке вернулся мне шлем и бронеразгруз. Хороший, который пятого класса. Я тут насобирал кабачковая икра, прочее. Я тут ревизию провел, по большому счету. Почти полтора миллиона имеется денег. Я хочу купить, выменять, точнее у егеря сейчас есть у него бартер. Мистер Холодельник хочу у него выменять туда, чтобы съестное все это складывать. Питье, еда. Чтобы оно у меня не хламилось в схроне, места не занимало. Так, для порядка чисто. Все, готово. Забираем нормалек. Собрал все в кучу. Предлагаю первый рейд разведку боем сделать. Сходить на резерв за дикаря. Мне нужно еще найти одну флешку. Я, оказывается, что-то пропустил. Флешки-то, оказывается, в картотеках спавнятся. И две зажигалки, может быть, там же в этих картотеках или куртках найдется. Наконец-то, еле как нашло катку. Капец, больше 10 минут поиск был. 26 минут. Так, смогу я что-нибудь вообще вытащить отсюда, нет? Надо было на таможню пойти. Что-то я, блин, зря я сюда пошел. Как раз на таможне посмотрел бы папку с разведданными. Тут я не особо знаю, где что. И часто катаю здесь. По картотекам забежим. Дум. Да, вот он. Так, сейчас вся братва туда побежит, да? А у меня выход. Трубопровод, отопление, забор УКПП. О, нам забор подходит. Не пойду я за аэродропом. Я наоборот попробую. И какой упоротый звук этого самолета. Это просто что-то с чем-то. Я попробую воспользоваться ситуацией. Постараюсь найти себе в картотеках зажигалки и эти флешки. Одну флешку надо. Можно и не одну. Так, одна дендергалка. Так. Так. Надо было все-таки на таможню пойти. Там папка с разведданными. Там же и картотек, в принципе, предостаточно. Вот и Крикет второй. Но если сейчас найдем еще и флешку, сразу домой. Вряд ли, конечно, мне так повезет. Здесь посмотрим и в соседнем коне. Аптечка. Миштяк. Ну давай, как раз у меня одна ячейка. Один карман как раз для флешки. И я пошел. 204. Надо, не надо, не помню. По-моему. По-моему, надо. Там как раз сейф 204. А, стоп. Еще же наверху, по-моему, есть картотека, да? Картотека и компьютеры есть. Понял. Вайп включим на всякий. Мне надо в соседнюю, в черного коня надо доить. Надо идти там больше, намного картотека. Там шансов, я думаю, побольше найти. Да чтоб тебя. Ладно, заберем. Сахарок. О, кто-то уже там за айрдроп, да? Опа, нифига. А вот это, это вообще нормально. Ой, хорош. Автомат нашел новый. А вот тут твой карифан точно бывал. Свои, зои. Здорово, здорова. Так. Сейчас. Прибарахлимся, Децл. О. Ой, надо было мешок посмотреть, что-то я затупил. И жгут выкинул. Ай, Диза, так не договаривались. Что ты что творишь? Так, вот это барахло, я думаю, вряд ли мне понадобится. А рюкзачка нету, пацанов. Так, ладно, время, что-то там есть еще, да? А тут пацаны... Опачки, нифига. Тут пацаны смотрели все. А нет, не все. В бухгалтерию они смотрели. У-у-у-у, 9 штук, смотри. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В этот раз проблем никаких Чего-чего, зажигалки быстро нашел Да еще и лишние тут есть, валяются Не то что с этим Анальгином Или не заморачиваться, пойти Да или просто сдать сейчас А с флешкой с этой не заморачиваться Спокойно Идти свои дела дальше делать Попутно там если где-то что-то будет Попутно где-нибудь да и найдем эту флешку Я думаю А то если я сейчас Начну упарываться с ней То есть вероятность того, что я просто Времени кучу потеряю и не найду ее Может так и сделать, слушай Или раз уже начал искать Так, тут флешки нет Скорее всего Ежедневник Подороже будет По-моему О, ё-моё Нету нифига Так, флешки, флешки, флешки Еще можно посмотреть флешки В штабе Что там у меня по времени 14 минут Давай, наверное, в штабе посмотрю И там на выходе Да и все Без фанатизма, так сказать Так, а кто не может accept О, ё-моё Да и Давай глядеть. Ладно, я скорее всего так и сделаю. Просто попутно где-то буду заглядывать во всякие там картотеки или сейфы. И найдем и эту флешку. Там просто еще надо будет кучу целую флешек находить. Не хотелось бы. Застревать. По-другому я смотрю никак, да? Так, тут у нас какое добро. Здесь военный лут. Военная электроника. Может появляться. А может и нет. Так, еще здесь гляну. Бистро. Тут тоже есть картотеки. Ну и все, по-другому как? Пойду тогда возле КПП, которая там... Не возле КПП, а в самом КПП там еще есть картотеки. В них тогда посмотреть можно. А, хотя подожди, там еще Чупик же есть. Возле Чупика есть сейф открытый. Может туда сгонять? Что у меня по времени хватает же? Да, пойдет. А оттуда вниз спущусь. Давай, давай, давай. Че это он? Как это он? Кто-то в здании у меня, что ли? А он там наверху в сторожках, короче. Не в сторожках, в этих КПП помещениях. Можно поговоряться. Все, 10 минут. В аккурат мне времени хватит, я считаю. А, все вскрыто, е-мое. Ай. Не успел. Надо было пораньше сюда педалить. А, нет. Гоню его. Кто-то ходит. Кто-то ходит, ну и пусть себе ходит, да? Так, вот здесь у меня выход. А вот здесь картотеки. И они, скорее всего, не лутаны. Это что такое? Ух, мать, пленка какая-то. Защищенная кассета с магнитной пленкой. Вау. Первый раз вижу. Походу, что-то стоит. Надо будет оставить. Может, квестовая? Ну вот, и все. Ну вот, и все. Только дейлик получится, видимо, закрыть. Ну и ладно, пойдет. Хоть так. 18 минут на все про все потребовалось, но нашел только крикет для ежедневного квеста. Пойдем прогуляемся на берег. Возьму с собой АКМ, чтобы выполнять квест прапора «Каратель». И глушилки 3 штуки на берегу, которые надо будет поставить, тоже попробуем их воткнуть. А так я готов, все собрано, уже ничего не надо собираться. Так, идем на берег в 17-12. Долго ходить не планирую. Все, у меня тут что надо. А, нет, картоха не страхована. Давай застрахуем, наверное, картоху. 8 тысяч всего просит за страховку, это нормально. Страхуем и погнали на бережок. Глушилку надо поставить одну на чупа-чупсе, вторую на крыше западного крыла и третью на базовой станции на антенне. Где-то по пути буду, если встречать, буду стрелять по диким, а так сразу на выход. Долго задерживаться не планирую. Ну, по пути какие будут, тайнички, может быть, и заглянем. О, прям под чупа-чупсом. Неплохо, неплохо. Давай, наверное, на чупик сначала я поставлю маячок. Прям здорово то, что, скорее всего, получится сразу же от этих маяков избавиться, чтобы этот самый хирургический набор спрятать под сумок. Один пошел. Так. Наверху поглядим сейф, как раз в картотеке. Стоп. Такое смотреть надо. Ну, ладно. Давай быстренько тут поглядим, пошуршим. Свечи, свечи, я, блин... Не припомню. Там свечи, по-моему, куча целая. Нужно будет свечей, да? Ну, хотя их купить сейчас не проблема. Выносить что-то из рейда домой есть смысл. Только если это будет стоить больше 10 тысяч за ячейку примерно, да? А если дешевле, то смысл просто можно будет... На барахолке это добро потом купить. Пусто, короче. Поехали под вышку. Вон та вышка нам нужна. Опа. Отдолбосик нашел. Омана. Здесь на этой катухе Добришка интересная появляется время от времени. Абдолбос нам как раз нужен будет и потом. Что-то шлем так неудачно отлетел. Прямо на видное место упал. Так, ну что? Надо идти в сторону западки. Наверное, гэс загляну, дико вощелкну. А оттуда подниматься буду на западку. Ну, по-моему, вот такие местечки интересные бы. Как раз по пути тайнички. Никто не отменял. Можно было, кстати, от коттеджей ключи взять. Что-то я не подумал. Поторопился. В коттеджах эти сейфы посмотреть. На наличие флешек. То-то. Разве. давай снайпера посмотрим на крыше тихо или нет можно будет даже наверное внизу там посмотреть дикого стрельнуть а оттуда можно будет на остановку кстати заглянуть там тоже есть дикари так потихонечку будем помаленечку делать еще и карателя параллельно даже вниз улетел слушай это даже хорошо мы его лутонем если все окей будет вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Пампанки. Пампанки. Блин. Похоже, что у нас проблемы. Ладно, я маяк поставлю, чтобы потом надо было просто выжить, выйти с локацией, а не идти и маячить опять, да? Какой-то шустрый, тихий, бойкий. Бам-бам, быстренько все сделал. Отсюда его. Так. Но этот товарищ видимо со стороны коттеджа пришедший Ладно, бог с ними Давайте джигиты И что, лобота ли это случайно? Ну, не знаю Навряд ли, там потому что тела диких лежали Скорее всего, в ШВК туда залезли и просто решили завутать всю лазурку полностью Так, можно вот здесь сейчас дикарей посмотреть И на этот, на коттеджи загляну Оттуда в тоннель и домой Если получится, вижу Есть кабанчик Вот этот в одного А, похоже на то Смотри, опять какие-то кучерявые у него киберпанковские штанишки Шо такое нафиг? Да, они, видимо, отсюда и пришли Эти ребята как раз этого убили в ту сторону Так что вряд ли они за мной пойдут У них выход в другой стороне Шо такое? Шо это за штаны такие? Странные Модные какие Блин, я прям хочу превью, чтоб что ли, вот так как-нибудь Чтобы на превью это все было Хотя, если они с этой стороны пришли То, скорее всего, они как раз через коттеджи-то и приперлись, да? Если сейчас тайник вот здесь вскрыт То смысла в коттеджи идти нет Но тайник не вскрыт Значит, пойдем в коттеджи Почему бы и нет Санитар отсутствует Но у меня от закрытого ключа нет с собой Так что я сразу в открытый Вот, вот так примерно Надо подкрепиться Так что я знаю, подкрепиться это видимо уже челоботы подъехали с пистолетика стреляют хотя может быть байтит кто да петух а он нам не нужен еще и еврики штаган это домой тоже темнеет наверное через тайники пробегусь здесь деревенский этот тайник на избе поваленный флора нифига себе чё у нас керамика 4 у нас тоже 4 очков брони поменьше но у нас материал поинтереснее комбинированные по моему керамика она быстро сыпется 1 2 выстрела и нету бронежилета и 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 звездочку я забрал так чем можно сырю можно выкинуть как надо чесать пока совсем не стемнело от у меня дикие наказать могут есть не дикие то чулоботы продрогатель можно было бы забрать ну да ладно некуда впихивать его это блин а 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 найти они наоборот с этой пришли блины бежать не вариант он час с оптики мне как накидает по спине и непонятно где он не запущешь и не дышит как обойдет какой вариант у меня есть сторону маяка свалить только так я думаю я моя кидают гранаты как будто рук нет ребенок это дальше кинет нами хотя не уставшие руки были вообще надо на маяк педалить короче пока у меня не фланганул там нигде а слегка еще и двое то точно мне там делать нечего хотя он скорее всего сам тоже куда-то чухну да в сторону дома ладно главное вы же обменялись любезностями вся любовь почему он дальше стрелять не стал я что-то не понял или у него болтовка была ну ладно выяснять не будем вот они ручьи а значит это переход на маяк я пошел домой закрою квест лучше нормально 31 минута потребовалось мне чтобы выполнить этот квест 4600 но зато закроем сейчас квестика я его кстати убил я так и подумал что я попал по нему я когда одиночными отходил заградительный давал я видимо попал по нему но кого-то я еще услышал слева по дереву сигнал часть 3 квест пройден установили первый второй третий подавители сигналов в условленных местах с боем но выжили вышли с локации все квест закрываем сигнал часть 4 достичь нужного уровня навыка память 4 у меня всего лишь третьего ого нормально а ну тут немного осталось совсем ходить лутаться ковыряться и все нормально прокачается само по себе все собрался на таможню хочу сходить в 114 комнату по квесту от терапевта в общежитии плюс заглянуть в медблог если получится найти там папку с разведданными она мне нужна будет чтоб разведцентр поставить в убежище опять чуть не забыл ежедневный квест от егеря я же нашел две зажигалки крик передаю их по ежедневке и закрываю квест забираю лояльности одну сотую и немножко плюшек всяких ехали на таможню 10 утра за чувака и страховать будем уж и шлем 105 я взял калаш он у меня как раз такой для коротких дистанций в помещениях он хорош хорош вполне все больше страховать ничего не буду поехали так понятно понятно в медблог я уже не успеваю на ранних до или ладно давай сначала заглянем туда а потом туда в медблог попробуем заскочить хотя было бы правильнее сначала в медблог пойти а там я сейчас буду с квестовым предметом иначе ходить до кто-то окей Оперативно заняли Иди в баню Да, ты раздеваешься, там стрелять далеко Да ты отвалишь, нет? Смотри, какой идиот, а Отдыхай, мазела Да, общежитие достреливает Гоню его А он здесь уже Слышишь, да? Или наверху Наверху, скорее всего Вот он этот кейс Который мне нужен был И всё А тут ключа у меня нет Нет, он надо мной А, ну да, надо мной прям В санузле Так, ну чё, кейс я взял Чётко всё, чётко Вот я просто не знаю, он меня отпустит Нет, даст мне уйти отсюда Я думаю, даст Так, вроде убёк Так, вроде убёк Хоп Ох, чувствую, сейчас мне пролетит Угу Вот так и думал О, ё, пара СТ Я чё, бейсболл не взял? Угу 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 Я прям предчувствовал, что что-то пойдет сейчас не так Готов поспорить, что я просто маршрут неправильно построил Мне надо было либо идти в медблок сначала Либо раз уж я забрал кейс, надо было просто уже идти своей дорогой, как говорится Так как там уже позиции все со спавнов позанимали И очевидно было, что откуда-то это прилетит обязательно Ну и ладно, в следующий раз тогда сделаем в следующем выпуске Честно говоря, я гриппую Температура тяжко дается, если честно, Тарков Ни реакции, ни внимательности вообще Я едва формулирую свои мысли, чтобы что-то как-то комментировать адекватно Не то, чтобы я там герой такой, я тут все записываю, даже если болею Просто видосики надо делать, пока делается На сегодня буду заканчивать, тяжело, честно говоря, мне дается запись выпуска Просто играть-то тяжко, блин, не то, что там что-то записывать и думать Ну в любом случае, надеюсь, выпуск вам понравился Тем не менее, мы кое-что сегодня-то успели сделать Так что не просто так вся эта возня здесь Благодарю всех за просмотр, за поддержку, за пальцы вверх Всем хорошего настроения, будьте здоровы Увидимся, услышимся в следующем выпуске До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok